В Рождество на рынке немноголюдно. Те же, кто заглянул сюда, отогреваются от мороза и заодно присматриваются, что еще купить к праздничному столу. Хотели купить сало. Что-то еще кроме сала не хватает. Все, хватает. Спасибо. Пошли на работу, смотрим. Очень холодно. Решили посмотреть, что здесь есть. Работают ли люди. Самые отчаянные сегодня в праздник. А шеек, подгорок, ребрышки. Особенно в ходу сегодня мясо на отбивные и шашлык. Продавцов немного, но выбрать необходимое к столу можно. Еще и скидки обещают. Мякоть просили с утра 70, 65. Отбивнушки подгорочек 70 продали. Ребрышки 50, 55. Галешечки позабирали на удивление сегодня. Те, для кого Рождество не просто повод для застолья, а прежде всего православный праздник – утром в церкви. Они говорят, что просят у Господа мира Украине. Мира нашей земли, мира Украине. Чтобы люди подумали о вечном, о спасении своем, о спасении своей души. Потому что все мимолетно, все быстро пробегает. А душа человеческая вечная, и надо думать о ее спасении. Помолиться не только за родных и за их здоровье. Сегодня в храм миряне также приходят не только со своими личными просьбами. Очень переживаю за то, что у нас война. Не хотелось бы. Чтобы все было в стране у нас хорошо. Чтобы люди имели работу. Потому что сейчас такое время. Все предприятия почти теряют работу, теряют. И люди остаются без работы. Добавить украинских традиций к празднованию православного Рождества решили и областные власти. Возле главного входа в админздание появился традиционный вертеп с младенцем Христом в Яслах. Впервые за годы независимой Украины. Оксана Нечипаренко, Андрей Домовой, Агентство телевидения новости.